МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працуе Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Захавать самое каштовное, у регионе протягиваются митинги у поддержки мира, спокойствия и безопасности. Не спыняться ни на день, коллектив и керауництво химзавода одзины умеркованне, треба працаваць и думаць про будучыню. Великий педсавет, задачи на ново-навучальный год обмерковали наставники в области. А зараз об гэтым и иншим больш подрабязна. Мы за Беларусь. У Гомели протягиваются митинги за незалежности мир. На некальких сёння побывали наши корреспонденты. Яны пахуторали с людьми, які пришли на митинги побач с Палацом культуры фестивальны и у центры города. Что чекает народ? Об чём марить и что его турбуе? Далей у репортажи. Не глядяши на праливный дождь, митинг на площади повстанья собрал молодь, працованные коллективы и просто необъяковых людей. Усе докладно ведают, для чего они тут. Падеи опошних тыднях турбуюсь людей, и они отчувают небезпеку. Не только для будущей не их семьёв, а леи краины у целым. Всегда лучше решать проблемы мирным путём. Насилие никогда к хорошему не приводит. Только мирным путём. И только за свою страну независимую. Открытый микрофон могчимать для кожных из присутных выказать свои думки и почуться. Митинг по-заправдному объеднал пенсионеров и молось, працованных и простовников улады. Им горка от того, как с дня нацку становишься Украине, дестабилизовалася. Уже нема раннейшей упыльненности в завтрашнем дне. Ещё несколько недель назад, наверное, никто не мог и представить, что наша Беларусь окажется на краю пропасти. Поэтому, конечно, мы собрались сегодня, чтобы ещё раз подчеркнуть, что надо единство. Надо сохранить нашу страну для следующих поколений. Сохранить её независимость. Не покояться зараз, это нормально. Нормально турбоваться об далейшем лесе краины и себя самого. Жить у эпоху пирамена, час невызначенности. Это складано. Примать серьёзные решения, круто менять житё. Это выпробование. Всё больше людей зараз жадают одного – с покою. За месту цельного неуроза, яким охопленные миллионы. Мы просто за мир, для себя и детей, кажут люди, которые пришли на митинг до Палаца культуры фестивальной. Добра, мира. Из-за Александра Григорьевича Лукашенко пришли его поддержать. Мы хотим мира, хотим добра, хотим быть все вместе. Спокойно спали, чтобы детки бегали спокойно по улице. Мы пришли за нашу страну сюда. Чего вы желаете для нас? Мира, спокойствия, благополучия всем нам. Мы хотим, чтобы был компромисс, чтобы был диалог с нашей молодёжью. Потому что мы их любим, честное слово. Я хочу, чтобы наша страна была всегда такой же, как и ранее, сильной, красивой, независимой. И поэтому сегодня я здесь. На сцену один за одним выходят ветераны. Жихары Советского района, молодцы работники предприемства. Кранула промова украинцев, которые нашли тут вырабатывание по часу военных действий на своей земле. Проймусь задуматься из ворот девочек до ветеранов. И она выборчилась за то, что людям, которые прошли войну, снова и минавито в 75-м годе перемоги, доводится бачить боль и покуты родных. Пронизливым было выступление старшины Гомельского областного объединения профсоюзов Алексея Неверова. Вы слышите со всех сторон призывы остановить производство. Вы знаете, что за этим стоит? Выход на площади, остановка производства и так далее. И хаос. А что дальше? А дальше идет банкротство производства. После банкротства не выплата заработной платы. А дальше? А дальше недостаточный средств в бюджете и не выплата пенсии. Вот это эпифеоз. Я очень хочу, чтобы вы не забывали эти времена, когда остановилось производство не так давно, когда на предприятиях задерживали заработные платы месяцами. Я это прекрасно помню. Я сам работал, и сам из рабочей среды, и в городе Гомель, в Гомельском районе. Я знаю, что такое приходить домой, и в день зарплаты твоя семья не видит зарплаты. Я от всей души, от себя лично прошу вас, не поддавайтесь на эти призывы. Будьте благоразумны. Коли сябры и члены семью оказываются по розных боках баррикад, это тяжко. Страшивать паразумения с родными и еще учора с самыми близкими людьми – это трагедия. Политика поделила народ на лагеры, а ля сдается, что все ждут только одного – просто вернуть в мир. Митинги у поддержки мира и безопасности прошли и в райцентрах. У речицы люди вышли на центральную площадку города, как выказать свою щирую думку об усим, что сейчас происходит в Украине. Каждый понимает, лес Беларуси неразрывно связан с их собственным жизнью, будучи их близких и родных. Тому они просто не могут молчать. Для демонстрантов митинг – нагода показать усим, кто не разделяя их думку. Они не боятся открыто об ней говорить. Они хочут ствердить свое одинство и уповненность во властной позиции. Я голосовала, я ходила на выборы, я исполнила свой гражданский долг, и я пришла заявить о том, что мой голос не украден, о том, что я выразила свою добрую волю, как и все люди. Я за Беларусь, за свободную и независимую. Головный тезис, який выказывают присутные, як на сцене, так и позаяе. Важно не сгубить тое, что сдобыто сумленной працей. У пираменах я не бачать погрозу усяму, что ценить. Можемости працевать, спокою и беспецы на улицах, хроматскому одинству. Хочется это не потерять, не расплескать, как говорится, и быть уверенным в завтрашнем дне, растить своих детей спокойно, и быть счастливыми. Вы единой, целой и неделимой Беларуси. Народу схваляваны, и он губляет глибо под ногами. Усе кажут про занепокоенность ситуации в Украине. Люди говорят, мы не политики, не ведаем, что треба зарабить, как бы все стабилизовалось. Али есть меркование, якого притрымливается кожный демонстрант. Недопущальность силового выращения проблем. Это первостепенно, потому что все мы граждане, все мы хотим мира, у всех у нас есть дети, мы хотим спокойно ходить по улицам, нам не нужна война, нам не нужно кровопролитие. Мы мирное государство, мы Республика Беларусь. Всегда из истории мы знаем, что Республика Беларусь была символом мира. Поэтому мы должны решить все максимально мирным путем и ни в коем случае не допустить войны в нашем государстве. В каждой стране хватает проблем, но это все разрешимо через диалог. Я думаю, что можно и с нормальными людьми беседовать и с той стороны, без эмоций. Поговорить, что ждет эту страну, если разрушить все. Как раньше было разрушим до основания, а потом? Что потом? Краина изменилась. Беларусы с активной грамадзянской позиции имкнуться и проявить. Але политичные погляды адыходят на другий план. Бо парозные баки баррикадов – один народ, який не хочет кровопролитие и гвалту. Таки у беларуса менталитет. Ему потребный мир и спокой. За мир, безпеку и спокой Украине выступили у дельники автопробегу за Беларусь. Стартовала автоколонна сплощи Паустанне у Гомели. С национальными стягами автоматуры проехали по центральных улицах города, Советской, Богдана Хмельницкого, Яфремова, проспектах Ленина, Перамоги. Моцная краина, упояненностью будущим. То, за что выступили у дельники. Мы живем в спокойном городе, в спокойной стране. У нас мало преступностей, у нас нету квартирных краж. Мы оставляем автомобили. Во дворе не волнуюсь, что его угонят. Мы все поголовно сидим на диетах, боремся с лишним весом. В принципе, я считаю, что идти на какой-то риск ради чего-то, неизвестно ради чего, нету смысла. С 2,5 тысяч супрацовников химзавода и его структур по политичных мотивах не звольнился ни один человек. Работники не баставали и не сбираются, да и протестных митингов, які раз пораз проходят под стенами предприемства, тут не было. Мы – звычайные люди, далекие от политики, кажуть рабочие. Мы дорожим своим персоналам и платим ему добрую зарплату, стверджая керавництва. Наши корреспонденты доведалися, як идут справы на заводе, а так само чагу може каштовать навод один день с пыненья вытворчасти. Электрика и энергозабеспечения – это мое. И вся моя политика добросумленно працовать и адекватно ставиться до падей Украины, рассказывая нам подчас интервью работник химзавода Павел Чыстик. И такая позиция тут литерально у кожного. Удельники акции солидарности часом кажут, что с просьбами об допомозе организовать забастовки, да их звертаются сами работники некоторых предприемств. Але конкретно на химзаводе разбирательной хвали никого не накрыло. Таких инициатив они не выказывают. Кто-то чем-то доволен, кто-то чем-то недоволен. Ну это люди. Разные коллективы, разные мнения, разные судьбы, разные семьи. Поэтому в целом обстановка взвешенная. Люди понимают, что они хотят, чего бы они не хотели, но тем не менее нету каких-то таких ярых сторонников, что давайте что-то произведем такое, чтобы, к примеру, на производство остановить или еще что-то. У нас такого нет. У нас все люди адекватные, взвешенные. Все хотят стабильности, уверенности в завтрашнем дне, чтобы они спокойно отработали, ушли домой, поехали на дачу, там с семьями, с детьми побыли. В Ольге Семянюк, техника-метролога, на химзаводе працуют так само муж и сын. И обо два поколения сошлись в мерковании. Спинение бы творчести не даст ничего, кроме шкодавания в перспективе. Так, для информации, зарплата на химзаводе в среднем – 1700. Работников разом с филиалом и центром аутсорсингу свыше двух с половой тысяч. Мои отношения нейтральны. Я за мирную Беларусь. Я хочу, чтобы мы жили по чистым небам, чтобы у нас было светлое будущее, чтобы дети в школу ходили, не волновались, родители не волновались. У меня коллеги, с которыми я работаю, мы только за Беларусь, за мир. На заводе подлечили. Усяго один день простой обойдется у миллион 700 тысяч долларов. А зараз тут самая гарачая пора. Удобрение треба уносить терминово. Гэта не подчакая. У кастричнику продукции импортерам не спотребится. Сегодняшняя экономичная стабильность предприемства выник 15-ти годовой працы. Рынки сбыту страшиваются и мгненно. Каб вернуть кредит доверу, необходно году пять. 20% продукции идти на внутренний рынок, остатние – на экспорт. Купляет удобрение у двух десятках краин. Основанные с пожилцы – Украина, Польша, Литва, Латвия. Всю лето у першиню продавали у Канаду. Коли на вот за короткой забастовке сместятся терминные поставок, контракты могут быть скосованные. И покупник почти набывать удобрение у России. Там уластная сыровина и суседняя краина им гненно займе свободную нишу. Если будет забастовка, либо будут какие-то волнения, конечно же, это скажется на работе предприятия. Потому что получена предоплата, работает, четко работает система поставок сырья. Малейший сбой, соответственно, приведет мало того, что к штрафным санкциям, так еще и к потере доверия. У нас есть большая предоплата. Мы более 80% или порядка 80% продукции отгружаем на экспорт. Все экспортные контракты у нас предоплатные. Естественно, у нас есть те контрактные обязательства, которые мы должны выполнить своевременно. Продприемства повинны быть пазополитикой. Их справа – это экономика. Забеспечивание продукции товарами, створение працовных мест. Такое меркование выказывает Дмитрий Чарняков уже как старшиня Гомельского областного союза наймальников. Это, сразумело, специалистам. А как донести информацию об небеспечности забастовок до супрацовников, многие из которых просто не ведут, что зараз правильно, а что не. Расскажу свой опыт, когда начались определенные такие тенденции в СМИ, прежде всего в Телеграм-каналах, то что мы сделали? Мы просто собрали коллектив, прежде всего руководителей, которые непосредственно работают с людьми, объяснили ситуацию, что в любом случае остановка либо забастовка может привести к потерям, потерям как личных доходов, так и, естественно, потерь для предприятия. К примеру, для Гомельского химического завода один день остановки равен 1,7 миллиона долларов. Законодательно это упущенные выгоды, это потери, которые могут быть доказаны и выставлены любому протестующему. Поэтому люди это прекрасно понимают, но и абсолютно нет никаких предпосылок для того, чтобы создавать такую ситуацию. Мы собрали отдельно молодежь, как такой, наверное, основной провайдер сегодняшних движений. Молодежь попросила, чтобы такая поиршистия пришла, которая не боялась бы сказать открыто директору то, что они думают. Вы знаете, хорошо поговорили, поговорили о том, что мы, конечно же, и руководство, и в целом коллектив против всякого насилия, но также договорились о том, что мы должны быть вне политики. Дальше на час забастовок спиняются все прационные социальные гаранты, не выплошивается зарплата. Але это мало турбует их, кто приходит до стен завода с закликами спинить вытворчать. Это не им потом кормить детей работников, которые могут застаться без працы. Марина Джала, Игорь Марышченко, телеродой компанией Гомель. Какие политические баталии не отбывались в Украине, есть то, что неизменно. Худко наступит 1 вероятнень, и для десятков тысяч хлопчиков и девочек начнется новый научный ход. Сегодня лучшие педагоги в области собрались уречиться на традиционный Женевинский педсовет. О выниках работы системы эдукации и планах на ближайший ход. Репортаж Ганны Корольчук. Больше до 700 работников голеной эдукации Гомельской в области собрал все летний областный педагогичный совет. Яны лучшие из лучших тех, кто подрыхтовал выдатников, перемышцев республиканских и международных олимпиад. Кажут, что быть наставником это призвание, которое дадут на не кожному. Однако те, кто знаходит у себя схильность до педагогиха, застаются в профессии на долгие годы и передаются и подынастые, а в работе стараются выкористовывать свои особливые фишки. Я из педагогической семьи, мне всегда нравилось то, чем занимаются мои родители, я никогда не стеснялся этого. Я достаточно честный и прямой человек, ну и, конечно, чувство юмора. То есть, вообще, тема, на которой я вышел в областной, в республиканский этап и буду представлять город Гомель и Гомельская область на республике, это интеллектуальные игры. То есть, это эрудиция, это задор, дерзость, артистизм и то, что связано непосредственно с интеллектуальным творчеством и трудом. Подчас пленарного поседжения старшиня Гомельского обл. Ваконка Магинац Соловей отзначил, что на плечах педагогов лежит тяжкая ноша. Зараз каждый наставник повинен быть соправдным психологом, размовлять с детьми, слухать их и учить разважать. С раннего взрослета им требует проявить милосердность, почувание и справедливость. До того же все лета педагогов чакал еще один выклик. У терминовым парадку организовать дистанционное навучание. Для тех, кто и ранее выкористовывал меда и информационные технологии в своих занятках, это было не складано. Используем программу смарт-ноутбук, к примеру, для того, чтобы как-то активизировать деятельность учащихся на уроках, появились больше возможностей информационные. То есть сегодня мы даем не традиционный урок, а урок, который позволит реализовать ребенка во всех его направлениях. И это очень важно. И, как я уже неоднократно говорила, о том, что преподаватель, он должен быть на одной волне с учениками. Это очень важно. Дистанционное навучание должно стать удобным и доступным для всех. Коронавирусная инфекция подшторгнула нашу систему эдукации до створения одного электронного ресурса для школьников, который объединяет опыт лучших педагогов Украины. Платформу презентуют до конца этого года. Полновартосно функционовать она почнел наступным. Обмерковали на педсовете у перспективы будовництва и реконструкции установы эдукации. На этом тыдне в микрорайоне хутор Гомеля заклали камень у подмурок новой школы. Поспели открыть детящие сады в Гомельском районе Петрикове и Гомеле. Все лета после реконструкции уведут школу в Кармянском районе и в 21 микрорайоне областного центра. Министр эдукации Игорь Карапенко подзякал местовым уладом за зробленное и выказал упевненностью тем, что работы протягнутся и далее. До речи, подчас встречи губернатор выдал грошовые премии особным отделам эдукации и установам на умоцовании материально-техничной базы. Например, Новобелецкий район Гомеля отримал 220 тысяч рублей. Закранули в разуме и после выборной подеи. Давайте уймем эмоции. Для нас важно обеспечить детство в стране. Важно, чтобы дети были заняты. Важно, чтобы дети получали качественное образование и воспитание. И важно, чтобы сегодня мы прекратили вот этот вот буллинг, это не эти нападки на учителя, потому что учитель, такой же гражданин своей страны, имеет на такое же право на свое мнение. И вместе с тем образовательный процесс и, значит, учреждение образования это не место для политических баталий. Вот это тоже хотел бы подчеркнуть. Лепших педагогов в области ушановали гонеровыми грамотами и подзеками Министерства Адукации, Гомельского облаконками и Совета депутатов. Были уручены нагрудные знаки выдатник Адукации. Особная овация МИЗАЛ подтримал тех 8 педагогов, которые в вересне представят нашу область на республиканском этапе конкурса «Наставник года». Узнагороды за особливый уклад в развитие Адукации отримали предприемства, которые традиционно оказывают поддержку установам Адукации в области. Добрые слова прогучали и у адрес ветеранов Тему отказности за погрозы у адрес педагогов прокомментировал прокурор Гомельской в области Виктор Морозов. И он так само закликал Батьковскую громадскость сочить за тем, чем заняты их дети и перестрах чине полнолетних от уделу у несанкционованных мероприемствах. Я сегодня был участником областной педагогической конференции и педагоги мне пожаловались, что в их адрес идут угрозы письменные по электронной связи, по мобильной связи угрожающего характера. Поэтому я, как прокурор области, хотел бы предупредить этих лиц, которые шлют эти угрозы, что это чревато для них уголовной ответственностью. А также мы сегодня видим, что молодые люди школьного возраста выходят на площади, участвуют в несанкционированных мероприятиях и, обращаясь к родителям, накануне начала учебного года. Смотрите, пожалуйста, чем ваши дети занимаются. Мы располагаем сегодня сведением о том, что на их телефоны идут призывы обратиться к родителям, участвовать в забастовках. Вот таким способом пытаются повлечь, вернее, привлечь внимание родителей, которые сегодня трудятся на наших предприятиях, чтобы они участвовали в забастовках. Конечно, мы сегодня для того, чтобы у нас спокойствие было в обществе, мы сегодня хотим, чтобы начало учебного года, 1 сентября, ничем не омрачалось, поэтому я призываю тех, кто сегодня выходит на улицы, кто сегодня будоражит общественное мнение, успокойтесь. Давайте будем ради наших детей, соберем их в портфели, достойно отправим их в учебное заведение, чтобы мы в торжественной обстановке встретили День знаний. Я заверил учителей о том, что они находятся под охраной закона, что они могут спокойно работать, что их благополучие и спокойствие охраняется правоохранительными органами. Сберы портфель першокласснику. Правсоюзы в области дали старт традиционной доброчинной акции. Першими свои новые портфели отрымали дети супрационников филиала Гомель-Шпалеры. На предприемстве працует около 600 человек. У 20 из них все лета дачки и сыны пойдут в первый класс. Галиновая профсоюзная организация разом с профсоюзами в области подрихтовала для их пригожие портфели с набором констоваров. Каждый такой подарунок каштует прикладно 80 рублей. Хлопчики и девочки отрымали их подчас урочистого мероприемства с концертно-забавляльной программой. 1 сентября пойду карьера в вторую школу. Надо заниматься, делать уроки и надо выполнять задания. Чтобы что потом было? Чтобы мы не были все ленивые. Традиции этой акции уже довольно большие. Это порядка 20 лет. Профсоюзы ежегодно подключаются к акции «Помощь родителям. Собери портфель школьнику». Правкомы на местах обязательно отслеживают ситуацию и всегда участвуют, помогают в нуждах, запросах членов коллектива. Ну и сегодня мы совместно с областным объединением профсоюза также пришли на гомеля боя для того, чтобы поздравить детей, поприветствовать их с началом учебного года. До 15 вересня профсоюзные организации региона будут допомогать с подрыхтовкой детей до нового научального года. Особливую увагу нададут шмадетным, малозабеспеченным и неполным семьям. Школьные кермаши пройдут на Гомельской площади Паустанне. Чарговые распродажи отбудутся 22, 23, 29 и 30 с 9 до 15 годин. Покупников ждет широкий выбор школьных прилад, оденья и обудку от прикладно-30 вытворцев и коммерционных организаций. Так само плануется концертная программа, но все залежит однодворье. В связи с проведением школьных кермашов на площади Паустанне будет закрыт рух всех видов транспорта с 18 годин гэтага дня до 17 1 23 жнивня, а так само с 18 1 28 до 17 1 30 жнивня. Гэты, а так само иншая новины, информацию об проектах телерадиокампании Гомель вы можете снасти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На хэтым выпуск завершенный. Усяго вам доброго и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Мозере и Гомеле забота об инвалидах превратилась в мошеннические схемы. Полесские сыщики решили проанализировать сведения, имеющиеся в районном управлении по труду и социальной защите населения. И, как оказалось, не зря. Одна работница оставляла своих подопечных, людей с ограниченными физическими возможностями, сносом. Как сообщили правоохранители, для ухода за инвалидами 41-летняя женщина получала более крупные суммы денег на руки, ввиду большого количества безналичных расчетов по их нуждам. Сведения подтверждались чеками из магазина, который находился в Наровле. А кассир и работница центра были в сговоре. Первая пробивала фиктивные чеки, вторая за товар не платила, а деньги клала себе в карман, не обижая знакомую. Мошенница, в свою очередь, предоставляла чеки в управление по труду, занятости и социальной защите Мозорьского райисполкома и получала возмещение по расходам за инвалидами. Общий ущерб от действий женщины составил более 1380 рублей. Выбили со знакомого смарт-часы под угрозой предмета, похожего на пистолет. В Гомеле возбудили уголовное дело по факту принуждения к выполнению договорных обязательств, совершенного группой лиц. На дело пошли дядя и племянник, они просто попытались вернуть часы, которые были оформлены в рассрочку на младшего из этой лихой двойки. Племянник несколько месяцев назад по просьбе знакомого оформил на свое имя договор о покупке смарт-часов. Тот обещал платить, но слов не сдержал. И тогда кредитополучатель прислушался к плану своего дяди. Как сообщили в милиции, у советчика был криминальный опыт в сфере незаконного оборота наркотиков. Мужчина предложил кардинальное решение. Если знакомый не платит, часы нужно вернуть тому, на ком рассрочка. Ворвались в квартиру должника и под угрозой забрали умный гаджет. Потерпевший обратился в милицию. Правоохранители налетчиков нашли. Под Рогачевым лоб в лоб столкнулись Мазда и Лада. Пострадали три человека. ДТП произошло накануне в Рогачевском районе. Об этом сообщает МЧС. В результате столкновения в автомобиле Лада оказался зажат пассажир. Его при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Также телесное повреждение получили оба водителя. Они тоже в больнице. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-Читтере Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель потерпел первое поражение на групповом этапе Кубка Руслана Сале. В допечни Сергея Стасева в Новополоцке играли с химиком. В концовке первого периода команды обменялись взятиями ворот. На гол Игоря Ковалени гости ответили точным броском Дмитрия Иванчикова. Сольный проход Германа Нестерова на старте второго периода и Рысь уже впереди 2-1. На экваторе периода номер три хозяева сумели сравнять цифры на табло. Артем Ментюк первым был на добивании. Но вертайм оказался безголевым, а в серии буллитов победу праздновали игроки Химика. Гомель продолжает возглавлять турнирную таблицу в группе А. Завтра Рысь отправится в гости к солигорскому шахтеру, который накануне гостил в Жлобине. Встреча Столиваров и Горняков получилась результативной. К середине третьего периода на табло горели цифры 4-4. В оставшееся до финальной сирены время себя проявил Александр Житких. Форвард Горняков сначала вывел свою команду вперед, а после закрепил успех, поразив пустые ворота Столиваров. Металлург располагается на пятом месте в турнирной таблице. Завтра Жлобинская дружина ждет в гости Химик. Сегодня тремя поединками стартовала игровая программа 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу Высшей Лиги по решению Федерации. Матчи пройдут при пустых трибунах. Мозырская Славия играет в воскресенье 23 августа. Соперник сосед по турнирной таблице Витебск. Северянин на 10-м месте, Мозырянин на 11-м. Разделяет команду 6 очков, но при этом Славия провела на два поединка меньше. Игра состоится на поле стадиона Юность в Мозыре начало в 16-0-0. Матчи 15-го тура в первой лиге также пройдут без зрителей. Центральный поединок игрового уикенда состоится в нашем областном центре 23 августа. В Гомельском дерби сойдутся Локомотив и Гомель. Встреча на стадионе Локомотив стартует в 17-0-0. В турнирной таблице железнодорожники на третьем месте, зелено-белое на пятом. В этот же день аутсайдер Светлогорский химик дома играет со столичными кромкачами. Лидер чемпионата Реческий спутник ждет в гости Ашмяны. Эта игра запланирована на 22 августа. Сегодня стали известны победители и призеры первенства Беларуси по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Турнир проходил на площадках стадиона Луч в Гомере. В личных соревнованиях из представителей Гомельской области на пьедестал удалось подняться только девушкам. У Жлобинской пары Кристина Глушакова Надежда Тишкова бронза. Мазырянки Маргарита Захаренко и Анастасия Бездорогова заняли четвертое место. У юношей воспитанники Жлобинского отцора Иван Фурман и Дмитрий Лагунов финишировали пятыми в итоговом протоколе. Гомельчане Николай Ефремов и Олег Живушка на седьмом месте. В командном зачете и у девушек и у юношей сборная Гомельской области заняла третье место. Пока мужчины в Пинске будут сражаться за Кубок Беларуси женская команда гонбольного клуба Гомель проведет два товарищеских поединка соперник Берестия. В субботу 22 августа матч на паркете Дворца игровых видов спорта в Гомеле начнется в 17.00 23 августа в 11.00 Это пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.